После долгодипломатической работы Киева и международных партнёров Украины, Германия пошла на уступки. Берлин разрешил другим странам поставлять Киеву немецкие танки «Леопард» разной модификации. На первом этапе сама Германия предоставит роту из 14 танков «Леопард-2А6», которые находятся на вооружении Бундесвера. Другие европейские партнёры, в свою очередь, передадут танки «Леопард-2». Цель состоит в том, чтобы в два этапа очень быстро сформировать два батальона. На первом этапе мы с участием наших партнёров создадим батальон совершенно новыми, быстро развертываемыми и оснащёнными боеприпасами-танками «Леопард-2А6». На втором этапе, но это займёт несколько больше времени, также с включением других запасов будет создан второй батальон. Это дипломатическая победа Украины и коллективного Запада, потому что в одиночку, скорее всего, мы бы не справились. Учитывая позицию наших партнёров, Соединённых Штатов Америки, а перед этим Польша, которые заявили, что даже готовы будут поставлять танки немецкого производства даже без соглашения Германии. Поэтому, понятное дело, господин Шольц находился в очень неудобной ситуации. В украинском Минобороны уже отреагировали на поставки танков и намекнули – это далеко не последний пакет военной помощи Украине от западных партнёров. Спустя 120 часов после восьмой встречи Рамштайн у нас есть подтверждение о поставках леопардов. Леопардовая коалиция с партнёрами сработала. Действительно, леопарды хорошо смотрятся в Украине. Большое спасибо бундесканцлеру Олафу Шольцу, моему коллеге Борису Писториусу, немцам и всем, кто нас поддерживал. Дальше больше. Слава Украине! Алексей Резников, министр обороны Украины, в Твиттер. Современные танки «Абрамс», «Леопард», боевые машины пехоты «Брэдли», «Мардер», бронетранспортеры «Страйкер», «Бульдог» – то, что поможет ВСУ деоккупировать захваченные российской армией населённые пункты. По подсчётам экспертов, на первом этапе удастся аккумулировать как минимум 150 единиц вооружения. 14 танков предоставляет Великобритания. Это танки «Челленджер-2». Речь идёт о том, что Польша предоставляет как минимум танковую роту, 14 машин «Леопард-2А4». Германия уже заявила о том, что она предоставляет как минимум танковую роту танков «Леопард-2А6». Сегодня мы уже слышим заявление нескольких стран. Кто-то предоставляет 8 машин, кто-то готов предоставить 6 машин. Нидерланды готовы выкупить те 18 танков «Леопард-2», которые у них находятся в лизинге. Танк «Леопард-2» автономен на дистанции до 500 километров. Его максимальная скорость – 68 километров в час. «Леопард-2» оснащён 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой. Это самая распространённая тяжёлая бронемашина в Европе. Танк стоит на вооружении более десятка стран. При этом Россия, хоть и владеет самым крупным арсеналом танков, их качество уступает европейским разработкам в разы. Эксперты уверяют, в этом случае количество не может победить качество. Мы видим, что уже деградация производства танков и прицелов в России приводит к тому, что качество техники, которая поступает взамен выбывшей из строя, значительно ухудшается. Поэтому танки «Леопард-2А4» – это тот уровень, выше которого Россия сейчас уже не поднимется. Я думаю, что в ближайшие дни мы услышим, что они уже десятки «Леопардов» отщёлкали, отстреляли. Они же каждый день по четыре «Хаймерса» у нас уничтожают. Кроме пропаганды, естественно, реакция будет такая, как мы и опять же предвидели, как мы предупреждали граждан Российской Федерации, что сейчас им начнут закрывать границы и проводить уже, скажем, массовую мобилизацию. За 11 месяцев полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине более 3000 танков. Лучшие модификации Т-90М, Т-90А, Т-72Б3 российскому военпрому всё сложнее ремонтировать на фоне санкций.